добрый вечер друзья всем привет с вами автопол старш канал проект браво сегодня у нас тема глубина из не я и костях нас светлана лаврова прекрасно автономка и женщина удивительно ой приветствую меня слышно да да хорошо слышно всем здравствуй тогда предлагаю начать в принципе раскрыть тему потом может быть вопросы появятся кому-нибудь и включить микрофон и что люди задали можно также в чат писать мы будем собирать вопросы интересные и не очень да ребят я как обычно в пути и у меня много но мне многие ребята задают вопросы они говорят вы проводите эфиры отвечаете на какие-то вопросы и все время в машине куда вы ездите вы ездите путешествовать отдыхать но наверно вся моя жизнь сейчас связана это это с тем с моим образом жизни то есть это это не просто просто то что я отдыхаю это скорее всего я встречаюсь с людьми которые для меня сейчас максимально интересны это те люди это те на сегодня вот сегодня я вчера сегодня сегодня да уже в днях потерялась сегодня я общалась с человеком который проводник который проводник в нескольких плотностях наверное не в нескольких мирах а в нескольких плотностях то есть это проводник пропал звук пропал звук светлана звука нет плохо слышно педосвет и очень тихо идет звук будто микрофон закрыт не слышно сейчас слышно сейчас слышно все проводники не только проводники между плотностями я тоже тебя немножко плохо слышу ты мне сейчас вопрос задаешь или переспрашивать то что не было слышно я хотел просто напомнить про что мы говорили да 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 это как раз про то что есть определенные люди то есть мы с вами я прекрасно я прекрасно вижу многие в этих состояниях не многие некоторые в этих состояниях пребывают кто-то временно кто-то на постоянной основе это как раз те состояния когда мы можем ходить между плотностями это когда мы можем существовать сразу же в нескольких мирах да так называемых и есть такие люди которые через которых очень просто перейти в другую плотность и и как раз вот эта тема которая возникла глубина из не я это те состояния когда ты чутко понимаешь я уже наверное я уже давала эфир про то когда стирается грань между жизнью и смертью когда ты осознаешь себя как в жизни так и в смерти как в смерти так и в жизни и у тебя нет этого состояния где вот это вот есть либо одно либо другое это как раз те состояния когда когда задаются вопросом а что такое что такое сон а если сон а нужно ли депривировать сон и когда ты четко понимаешь кто ты то у тебя тоже нет этой грани то есть смотрите давайте я в двух словах буквально вам расскажу вот это состояние как у меня это не обязательно что у вас может быть то же самое ну может быть кому то это срезонирует это когда ты находишься в состоянии сна когда тебе снятся сны когда ты делаешь какие то определенные вещи когда у тебя есть какие то видения а потом ты как будто бы просыпаешься и вот это вот просыпание это именно ты себя начинаешь интерпретировать что вот это вот моя комната с чем-то знакомым это моя комната меня так зовут произносят мое имя и ты начинаешь себя интерпретировать с этой плотностью ты начинаешь себя интерпретировать с этой реальностью и когда ты себе говоришь вот я проснулся ты как будто бы говоришь констатацию факта своему телу потому как ты что во сне что здесь ты же так и есть ты же во сне тоже есть тебе же снятся сны тебе снятся сны тебе ты видишь какие-то видения себя но во сне ты себя с телом не интерпретируешь а в другом в другом качестве ты интерпретируешь по каким-то вещам которые тебе понятны которые тебе более доступны и за счет этого ты себя начинаешь вытаскивать за счет своего тела а по факту ты и там и там существуешь без привязки к телу и когда у тебя проходит вот эта вот грань между сном и явью то ты понимаешь что ты существуешь везде тогда ты уже четко понимаешь что сна в общепринятом понимании у тебя тоже нет его не существует то есть ты можешь уходить в определенную плотность в определенную реальность самим собой вне зависимости от твоего физического тела и это другие состояния не совсем привычные как в большей половине нашей жизни наверное я бы так сказала и когда ты приходишь к этим состоянием когда у тебя стирается грань между жизнью и смертью когда у тебя стирается грань между явью и сном когда ты чувствуешь себя в любых состояниях в любых ощущениях в любых видениях когда ты понимаешь что я есть я тогда у тебя идет глубина того что есть и когда идет описание когда идет описание когда идет описание пробуждение либо просветление это такая наверное такой я бы назвала матричный слой в котором в котором очень комфортно задержаться и остановиться не все готовы оттуда выходить потому что он действительно очень приятный и как я на сегодняшний день вижу вот эту плотность смотрите у нас есть плотность и в этой плотности есть несколько матричных кругов и вот эти вот матричные круги это те как раз круги в которые мы проходим определенные этапы своего жизненного пути и на каждом этапе мы пробуждаемся просветляемся еще какие-то вещи у нас происходят вот и с каждым с каждым слоем нашего поднимания по этой спирали мы уплотняемся в данной плотности почему мы можем существовать в нескольких плотностях потому что когда мы проходим определенные матричные круги в этой плотности мы можем идти уже дальше насколько нам это насколько мы будем готовы по нашим вибрациям потому что не каждый готов перейти в следующую плотность по определенным вибрациям а не готовы мы пройти в какую-то определенную плотность по каким-то вибрациям очень часто по соотношению ума по соотношению ума к нашему телу наверное каждый из вас приходил к такому состоянию что когда неважно кто либо кто-то говорит либо вы сами до чего-то доходит либо вы смотрите какой-то фильм либо смотрите какого-то спикера гуру еще кого-то и вы понимаете что вы дошли до определенного что вам это ложится что очень очень все воспринимается вот так как вам хочется очень все воспринимается так как вы видите но есть такой определенный момент где вы не проходит вот это то есть вроде бы все понимаете вроде это ваш путь вроде бы здесь понятно но не хватает альку и это как раз та спиралька когда мозг не пускает пройти на следующую спираль потому что чем выше вы выходите странно звучало да и когда он подходит от вашего воспринятия где вы уже готовы вот вы уже готовы но мозг вам говорит так стоп если мы сейчас сюда придем то я тебе становлюсь все меньше и меньше нужно и он начинает придумывать вам вас окутывать как будто бы таким одеялком что это нам не нужно это не длина и слова тем высказывать когда вы начинаете воспринимать ничего вы же его свет сейчас пропадает сейчас слышно андрей и когда вы начинаете слушать слушать то что вам идет то что вам вам заходит ваш мир не через интерпретацию вашего осознания а просто потому что это есть то через какое-то время она вам как будто бы снимает верхний слой то есть когда вы смотрите например как идет дождь вы же его нет интерпретируйте а как он идет какие капли а что же какая свежесть это будет вы просто такое ощущение что вы залипаете в этом состоянии и когда вы залипаете в этом состоянии у вас приходит новое состояние новое ощущение себя и когда вы точно также слышите новую новую информацию которая при том переплывает ваши знания если вы не даете вот этот вот не даете вот это логическое соотношение к вашему миру то к вам это точно так же будет относиться как с вниманием верхнего слоя вашего опыта на определен и тема которую я хотела Это когда вы находитесь в состоянии себя, что есть на данный момент. Когда вы можете себя не интерпретировать с тем, что есть вокруг себя, а когда я есть больше, чем все остальное. И когда вы это видите, тогда вы начинаете видеть все то, что есть. Это может быть каждый момент этого существования. Вы видите каждый момент. И на определенном этапе вам становится это неинтересно. Вы теряете, вы теряете, вы теряете, полагаете связь. Да, Артурчик, но я это ничего не могу сделать. И на определенном этапе, когда вы видите, что вам это становится неинтересным, почему неинтересным? Потому что, чтобы не произошли какие-то высказывания, вы уже знаете, как это будет. И изначально это кажется интересно. Изначально вам кажется, о, я бог, я богиня, я такой вот всемогущий, я такой, я все могу, я все вижу. Но через непродолжительное время неинтересно, вы не видите новых ощущений, вы не испытываете ничего нового, потому что вы понимаете, что все, что не происходит, это все просто происходит. Это не происходит потому что, это не происходит вопреки. Это просто есть, и это просто факт. И когда вы понимаете, что вы, это есть просто факт этой маты, Это просто факт этой плотности. Это просто факт. Это просто факт. У него машина стояла. Сейчас посмотрим. Вот. Это просто факт. И продолжу, чтобы максимально успеть. Можно продолжать. Звук хоть и терялся, но он был паузами. Так что смысл в целом понятии. А, здорово тогда. Хорошо. Все, что у нас есть в этом мире, это есть наше физическое тело. Тело. Наше белковое тело. Больше нет наших любимых. У нас нет наших близких. У нас нет никаких материальных ценностей, вещей, либо еще чего. Для определенных вещей правильно менять, чтобы не понять меня неправильно. Потому что многие слова у меня интерпретируют. И когда у нас идет понимание, что в нашем мире есть только единственное, это наше физическое тело, то на сегодняшний день я все-таки пришла к такому выводу, что нужно идти через физическое тело. Через физическое тело что это такое? Когда ты не просто начинаешь его дрессировать, да? А что ты можешь? А можешь ли ты это? А можешь ли ты там переплыть в Черное море? А можешь ли ты слетать на Луну? Нет, это не про это. Понять свое физическое тело, это понять, насколько оно готово, насколько оно могущественно во всех отношениях. И как раз именно об этом я сейчас стараюсь максимально много говорить. Сейчас стараюсь максимально много это понять и рассказать. Что такое физическое тело? Это не просто физическое тело, которое нам дано для восприятия этого материального мира, в котором мы живем. Это не просто то, что нам дано для этой плотности, чтобы понять, кто мы есть. И какие наши действия, не только наши действия как души, но и наши действия в этой плотности, что мы можем прожить в этом физическом теле. И здесь, наверное, что бы я хотела отметить, это когда мы начинаем свое физическое тело, исследовать, например, икры – это карта нашего тела. Когда мы говорим, что почки – это не совсем про выведение каких-то токсинов, это про принятие и отдачу. Когда мы говорим, что сердце – это не просто какой-то насос, а это именно восприятие нашего иного мира. У нас несколько есть миров, которые мы можем воспринимать душой, духом, телом. И то же самое через сердце у нас проходит несколько каналов. Это когда мы говорим, что копчик – это наше зрение. Это когда мы говорим, что знание – это совсем не голова, а именно спиной мозг. Это когда мы говорим, что вот этот маленький аппендикс, который у большинства людей вырезан, это как раз про наш род, про долголетие. Это когда мы говорим про бедра, и когда мы говорим, что это память, родовая память. И вот эти все моменты – это, наверное, и есть познание познание нашего физического белкового тела. Это как раз и есть то, через что мы идем. И на сегодняшний день очень, как мне кажется сейчас, достаточно интересно познать себя не только в своем физическом теле, но и что ты можешь с познанием своего физического тела, куда ты можешь перейти, в какие плотности ты можешь перейти в этом физическом теле, в какие плотности ты можешь перейти, не отторгаясь от своего физического тела, своим духом и своим стержнем, я бы так, наверное, да, сказал. Как ты можешь влиять в данный момент не только при помощи. И вселенские знания – это тоже через карту памяти нашего ментального, нашего физического белкового тела. На сегодняшний день, мне кажется, это, наверное, одно из самых актуальных, но это по мне, да, что мы можем узнать. Потому что когда мы просто говорим, что человек может не есть и не пить, но это, знаете, это так банально, чтобы не есть и не пить, и что дальше будет? Куда ты дальше пойдешь? Что ты будешь дальше делать? Если даже ты оздоровишь свое физическое тело, оздоровишь его чтобы что? Чтобы прожить там в радости и в каком-то благополучии 60-70 лет? Или ты, может быть, поймешь за какие-то 2-3 года, что тебе нужно, и не факт, что тебе на эти года, на последующие нужно будет это белковое тело. То есть здесь же очень много моментов, которые мы не всегда рассматриваем, и иногда и на них смотрим только односторонне. А когда мы начинаем смотреть их со всех сторон на 360 градусов, то, ребят, поверьте, меняется мировоззрение. То есть изначально я думала, что вечность – это все в этом белковом теле, то после того, как я побыла в нескольких других плотностях, я понимаю, что не всегда сама цель – это идти в белковом теле несколько тысячелетий. Вот, я, наверное, опять вам что-то сумбурно сказала, я готова, наверное, поотвечать на какие-то вопросы, потому что я вижу, что постоянно зависает. Вот, если есть какие-то вопросы, то я отвечу. Более-менее стабилизировалась связь. Сама цель – это да. 60 лет живу с бомжом в квартире. Главное, не в одиночестве. Лесная Полинка пишет. На такие вопросы, ребят, я не буду отвечать, как бы это не вижу смысла. Если есть какие-то вопросы, именно… Добрый день, какие милые кучеряшки. Помолилась Мухаммеду под подушкой, обнужила 1 миллиард долларов и скинула на церковь. Так офигенно на душе. Светик, смотри, вот ты говоришь, есть то, что в разных плоскостях одновременно присутствует. А меняется ли это? Или все равно оно остается всегда тем же, чем есть, но меняются только вот эти плоскостя или, ну, как бы, вот эти разные миры, да, плотности разные. Но, по сути, как бы ты остаешься тем же, да, всегда или нет? Нет, смотри, тут… Еще на следующий раз. На следующий матричный уровень, на следующую спираль. И тут уже невозможно сказать, что ты меняешься, но… Единственное, я могу сказать, что по плотностям, может быть, это, конечно, не тема этого эфира, и, может быть, даже это не всем зайдет, может быть, это как будто покажется вообще сказочный какой-то вариант, но я все-таки озвучу это. Когда вы начинаете ходить по нескольким мирам, по нескольким плотностям, то не факт, что в определенном мире вам становится интересно. То есть вы не в каждом мире можете задержаться после того, как вы получите определенную плотность самого себя. Сейчас я поясню, наверное, просто так, да, смотрите, когда ребенок, например, для него интересно там камушек об камушек бить, да, и он может просидеть там, не знаю, несколько часов на берегу моря, бить камушек об камушек, то через несколько лет для него это занятие будет неинтересным. Не потому что он это не может делать, он может это делать хоть каждый день, да, но для него на какой-то период времени это становится неинтересным. И точно так же для вас. То есть вы, например, были в одной плотности, потом побыли в другой плотности, и бывает такое, что возвращаться в определенную плотность вам уже неинтересно. Не потому что вы туда не можете вернуться, а потому что это уже не тот уровень восприятия, в котором бы вам хотелось находиться. Это тоже есть. Я не знаю, Андрюш, ответила ли я на твой вопрос? Да, спасибо. Откуда... Дай себе пишу, Сергей. Дай себе адрес. Можно я отвечу на вопрос? Светлана Маликова пишет. Светлана, дорогая, как лучше перейти на автономию, на ваш взгляд? Для вас какой способ был комфортный и удобный или не существует такого, и надо проходить через ломки тела и разума? Светлана, я на сегодняшний день, на сегодняшний день, я уверена, что переход на автономию – это идет через осознание. Есть люди, их малое количество, которые переходили в автономию, потому что у них не было другого варианта, потому что они либо умирали физически, либо у них просто... Я не видела ни одного человека, у которого было все замечательно, и он просто взял такой и перешел на автономию, потому что ему захотелось каких-то новых свершений. И он убрал свою еду и вот начал такой переход. Я таких людей не видела, но я видела тех людей, которые шли в автономию через осознание. Когда они четко понимали... Не четко понимали, вернее, это неправильное, наверное, слово. Когда они шли через осознание, то есть когда они шли через интерес чего-то, и тогда уже еда была неинтересна. То есть смотрите, ребята, что такое еда? Еда – это всегда про эмоции. Еда – это всегда какие-то воспоминания, какие-то недоборы из прошлого, каких-то эмоций. И когда мы идем к самому себе, когда мы начинаем себя познавать как сотворца, когда мы начинаем выходить на чувствование себя, тогда для нас становится неактуальным эмоции. То есть эмоции, они всегда поверхностные, а чувствования, они всегда внутренние, они глубинные. И когда мы научаемся жить чувствованием, чувствований их очень много, их такое большое количество, то есть если мы привыкли к пяти, то там больше 360. И когда мы идем на чувствование, когда мы познаем эту глубину чувствования, то нам становятся поверхностные вещи неинтересны, и нам становятся поверхностные эмоции неинтересны. И тогда мы поверхностные эмоции убираем, а еда – это поверхностные эмоции. И нам просто становится неинтересна еда, как поверхностные эмоции. А что вы думаете про пищевые паузы во время беременности? Ну, ребят, я уже говорила, да, у меня со вторым ребенком я 3,5 месяца первый триместр не ела и не пила. У меня есть это видео, я не буду сейчас повторяться, чтобы у меня одних и тех же эфиров не было. У меня есть на канале, я там подробно рассказываю, как это было. Спрашивают про количество суток автономии. Какие сверхсилы, успехи в сражении или бизнесе у вас или знакомых? Ну, сверхсилы, я не могу сказать, что сверхсилы. Какие-то... Ты просто начинаешь все видеть, ты видишь, ты видишь полностью, ну, наверное, не полностью, я неправильно. Я вижу всех людей, то есть я вижу, что у человека случается, я вижу, что у него внутри. Я вижу, что у него может случиться на данный момент, если он не поменяет что-то свое. Я вижу, если я смотрю телевизор, я вижу 25-й кадр. Я вижу, если человек что-то говорит, но он говорит не про то, и даже если он это не осознает, то я это все вижу. То есть все вот эти вот моменты, которые изначально казались, которые кажется, наверное, которые мне казались раньше, что вот это вот какие-то колдуни, колдушки, которые какие-то пророки, там еще что-то. По факту я понимаю, что это не так, это просто у тебя убирается вот эта пелена, и ты видишь все. Что значит 25-й кадр? Это как 25-й кадр, это когда в каждую рекламу, в какие-то фильмы, в какие-то новостные сюжеты, невидящим кадром помещают ту информацию, чтобы человек определенную новостную ленту либо определенную рекламу воспринимал так, как хотелось бы рекламодателю, либо тому, кто выпускает новости. То есть мы, например, видим новости там какие-то про войну, да, 25-й кадр, это про что-то там, про такое, что нам бы хотелось еще больше смотреть про эту войну, чтобы нам хотелось бы в ней участвовать, там еще что-то. Вот это как раз 25-й кадр, это на подсознании, наверное, так, программируют людей, чтобы они еще больше этого все смотрели, и чтобы для них это казалось как норма. Это очень, это повсеместно, и это видно. То есть на определенном этапе эти все скрытые моменты, это все видно. То есть это, я правильно понимаю, что визуально передается именно физический кадр, но только его не замечает человек? Да, да. Это да, это кадр передается. Это можешь ты стоять с человеком и видеть его, ты можешь просто стоять, разговаривать с человеком и видеть его судьбу. И ты понимаешь, что если вот он пойдет, то есть ты видишь несколько путей, у него путей может быть миллион, да, но ближайшие, которые вот по его развитию, ты, например, два-три вот этих вот исхода событий, ты их очень четко видишь. Такой вопрос. А у плотностей есть последовательная иерархия? Когда ты перемещаешься к плотностям, твое физическое тело остается на том же месте, на планете Земля, и окружающие не замечают, что ты в разных плотностях? Нет, ты находишься в одном теле, окружающие не всегда замечают. То есть, смотрите, у нас, ребят, у нас есть такое восприятие, и мы как раз с ребятами его на ретритах проговариваем, прорабатываем сейчас уже. Есть люди, которые, у них есть восприятие, например, вот такого пакета, да, что вот это вот можно сделать. А есть люди, у которых есть восприятие вот такое вот. И если ты сделал что-то вот такое, то человек вот с таким пакетом восприятия, он никогда не увидит то, что ты сделал. И как раз на сегодняшний день, что я делаю, я вот эти вот рамки, я разбегаю, то есть я убираю вот эти вот ограничения, чтобы человек… Это те ограничения, когда человек, например, там думает, что невозможно там увидеть вот это вот, невозможно там пройти через стену, невозможно там еще что-то. И когда вот эти вот ограничения убираются, то человек максимально расширяется, и человек тогда уже идет в познание себя без определенных ограничителей. Но я вам могу сказать, что у меня тоже не все ограничители убраны. То есть у меня они убраны на такое восприятие, которое раньше для меня казалось сказочным. Сейчас для меня кажется обыденным, и сейчас я общаюсь с людьми, которые для меня сейчас кажутся тоже сказочными. А для других людей они просто не видны. Даже те люди, с которыми я общаюсь, для среднестатистического человека они просто этих людей не увидят. Потому что эти вибрации, их вообще очень сложно увидеть. И такое есть. Я понимаю, что это и дальше, и дальше, и дальше так будет. Только ты ощущаешь, воспринимаешь нашу земную реальность. Например, как цветной Индии Ник Короли Баба был на высоте и помогал обычным людям на уровне физического тела. Я почему-то не услышала вопрос. Вопрос только ты при переходе по плотностям ощущаешь и воспринимаешь нашу земную реальность. Ну, и приводится пример, что в Святой Индии Ник Короли Баба был на высоте ситхи и помогал обычным людям на уровне физического тела. Я тоже не понимаю. Ты по плотностям ощущаешь и воспринимаешь нашу земную реальность. Я не знаю, как Святой Индии, вот, я не могу это сказать, но я могу сказать, что каждая плотность, она воспринимается по-иному. Она воспринимается как на физическом плане, так и на психологическом плане. Они воспринимаются по-разному. Я бы сказала, по-иному. Я бы сказала, по-иному. Вопрос. Уже много лет идет тяжба. Что делать, чтобы это разрешить быстрее? Мешает жить уже давно. С системой очень трудно спорить. И, скорее всего, я ей недорог. Ну, смотрите, Дмитрий, тут уже как бы видно вопрос, да? Скорее всего, я ей недорог. У вас идет обида. И вот эта вот обида, она вылезла как раз вот в эту вот тяжбу. Тут дело вообще не в тяжбе. Дело даже не в том, кто на вас эту тяжбу завел. Дело в том, что насколько вы готовы жить без этой тяжбы. То есть если вы сейчас уберете эту ситуацию, то у вас будет какая-то подобная ситуация, которая вас ведет в такое же состояние, в состояние жалости к самому себе. Это же совсем про другое. Это вообще не про социум. Это только про вас. Социума в нашем, в каждом мире из нас социума как такового не существует. Весь социум придумываем мы себе сами. Настолько, насколько мы готовы проработать себя. И как только мы прорабатываем себя, мы выходим из этих социальных кругов, из этих крючков, и мы идем на следующей плотности. Когда мы появляемся на следующей плотности, то мы тогда уже понимаем, что такое вообще этот социум. Мы тогда уже понимаем, что социум – это как раз идет в той плотности, которая в нижнем уровне. И поэтому некоторым людям очень хорошо, то есть когда работаем с людьми, когда я работаю с людьми, кто-то работает с людьми, когда мы с ними разгребаем вот эти моменты, которые социальные, кажутся тяжелыми. Это не потому, что мы такие всезнающие и такие вот я сейчас каждую проблему разведу руками, а потому, что ты ее видишь с другого плана, и ты тогда понимаешь, ты тогда даешь это пояснение человеку, почему этот вопрос появился в его жизни, почему этот вопрос, почему этот вопрос без решения, как ему кажется, появился в его плотности, что нужно сделать ему для самого себя, чтобы он стал неактуальным, чтобы он ушел. Не важно, чего это касается. Нет таких вопросов, которые, скажем, должны остаться? Ну или полезные вопросы для эволюции человека? Не бывает таких вопросов? Нет, ребят, когда вы уже выходите с этого уровня, то у вас уже не возникает вопросов. И когда кажется, а если нет вопросов, то что же мы будем делать? Но здесь именно те моменты, что когда мы переходим на следующую плотность самого себя, там, в этой плотности, там нет вот этого интересно-неинтересно, вопросы-не-вопросы, решения-не-решения. Там идет жизнь через жизнь. оно немножечко про другое, но это не про философию, да, что вот я живу жизнь ради жизни, а это именно о следующем уровне самопознания бытия. и когда мы переходим на этот следующий уровень, там идет не через интерес, не через какую-то констатацию фактов, а там идет именно про познание себя на следующем уровне. Но это идет без интереса, познание себя без интереса. я не знаю, насколько это понятно, я говорю, но, может быть, если непонятно, то попробую еще как-то объяснить. Вы расскажите, если что-то, если какой-то вопрос у вас. Да, в целом понятно. Ну, в общем, я хотел про ощущение вот этого, да, чувства, когда именно интерес вот возникает, например, детский интерес, когда-то он возникал, и сейчас он уже стал притупленный такой. Ну, когда у людей он возникает, он в основном не такой яркий, как в детстве. Вот. И на автономии вот эта яркость, чувство, она возвращается? Нет, ребят, вы путаете, вы путаете, смотрите, первые состояния не едини, я понимаю, о чем вы говорите, то есть они же у меня тоже были, да, первое состояние неедения, когда ты начинаешь, когда у тебя как будто как пыль слетает с этого мира, и ты начинаешь вот все видеть в ярких красках. И это как раз тот момент, когда ты входишь полноценно в ту игру, в которую ты уже играешь. А когда мы говорим про дальнейшее развитие, когда ты идешь уже в состояние в состояние самого себя, то там уже не про яркость, там уже про глубину, это уже про другое. И вот когда тебе начинает все, ты видишь какие-то яркие краски, ты можешь кому-то что-то подсказать, ты можешь кому-то рассказать, ты можешь вот эти моменты, которые многим интересны, потому что они недалеко от этого. Это как раз первые стадии, когда ты только минимизируешь еду, это когда ты делаешь ее более легкой, когда ты выходишь на какие-то сроки без еды или без еды и без пищи. Это все первые стадии, первые стадии, я бы, наверное, назвала их так, это первые стадии, когда ты идешь в таком состоянии, ну, год-полтора. Потом ты падаешь в эту глубину, не возлетаешь именно, не туда идешь, а ты падаешь в глубину, чем глубже ты падаешь, тем глубже ты становишься, это про другое. Мы привыкли, что вот туда все идет, да, нам так кажется, что если туда, то это все, это классно, мы все время вверх должны идти, а по факту мы идем вглубь, мы в расширение идем, вглубь в расширение. Вот эта идея мне больше нравится, что вверх, почему-то нас приучили, что надо всегда идти вверх, а вверх, как мы знаем, идти всегда сложнее, чем просто расслабиться и отпустить контроль, и тогда ты в глубину пойдешь. С днем зимнего сонсостояния. Сонцову пишет, я там слово пропустила, и вот вопрос с учетом пропущенного слова. Только ты при переходе по плотностям по-разному ощущаешь, воспринимаешь нашу зимнюю реальность или нет. Например, как вот этот Святой Индии был на высоте сих и помогал обычным людям на уровне физического тела. Ребят, смотрите, когда вы идете в сравнение с кем-то, вот вы сейчас задали вопрос, вы даже не себя сравнили, а вы просите меня сравнить с кем-то еще, чтобы сделать свои выводы. У вас так не получится. Когда мы начинаем сравнивать кого-то для кого-то, чтобы потом сделать для себя какой-то вывод, это всегда оттягивает ваше внимание, всегда задавайте себе вопрос, задавайте себе вопрос, а почему вам интересно не вы? Почему вы не хотите не хотите на себе испытать какие-то определенные вещи? Почему вы всегда пытаетесь задать вот эти вот каверзные вопросы через кого-то? Это же, если вы глубже посмотрите в себя, вы когда начинаете задавать какие-то глубинные, каверзные, какие-то вот такие вот с подтекстом вопросы кому-то другому, вы же по факту не хотите получить ответ, а вы по факту хотите его уличить для того, чтобы он стал ниже, чтобы вы смогли быть ближе к этому человеку, который смог не ответить полноценно так, как бы вы хотели, как вы уже заложили для себя ответ. Всегда от этого уходите, это просто вынос вашей энергии, это вам не нужно, всегда идите в самого себя, если вам что-то интересует, вас интересует какой-то вопрос, всегда задавайте, а почему меня это интересует, почему мне это интересно, где у меня откликнулось то, чтобы я должна идти или должен идти в этот ответ, который есть уже во мне, потому что каждый ответ есть уже в вас, и вопрос у вас возникает, всегда вопрос возникает после того, как у вас появился ответ, и если у вас возникает вопрос, всегда обращайтесь к себе, всегда он уже есть, он уже в вас. Я все понял, благодарю за ответ, пишу, скажите, почему этот мир перестал доставлять удовольствие? Смотрите, у нас удовольствия, его нет, и когда мы начинаем углубляться в самого себя, мы на каких-то этапах действительно теряем радость, теряем удовольствие, и у меня на моем канале буквально позавчера был эфир про радость, радость не в радость, что такое радость, я могу сказать то же самое про удовольствие, то есть удовольствие для каждого человека, критериальность удовольствия, она абсолютно разная, для одного удовольствия это вот это, для другого удовольствия это вот это, но все мы обозвали единым словом, И когда мы начинаем Вот мы, например, себе создали букет удовольствия Вот для меня удовольствие Это вот это И напихали туда вот это вот Удовольствие это чтобы улыбаться Это чтобы было приятно тому Это чтобы были интересы такие И много-много-много всего вот этих вот И мы идем вот этим с букетом удовольствия Но когда не хватает одного буквально там цветочка В нашем букете для полноты удовольствия Мы уже понимаем, что мы не испытываем этого удовольствия и у нас идёт разочарование всего лишь из одного листочка, из одного цветочка. Либо когда мы идём с букетом своего удовольствия, а другой говорит, а для меня удовольствие, ещё вот это, и ты такой думаешь, о, а у меня неполный пакет удовольствия, и ты опять попадаешь в разочарование. Почему это разочарование происходит? Потому что по факту удовольствия как такового, его нет. Если вы начнёте для себя собирать, а что такое удовольствие? Вы никогда не поймёте, что такое удовольствие. У вас будет очень много критериев, очень много факторов, которые вы начнёте описывать удовольствие. То есть смотрите, вот вода, её можно просто описать как мокрой, да? И всё. Вот мокрая – это уже вода, это уже влажность, это уже вода. А удовольствие одним словом описать невозможно. И у нас очень много таких моментов в жизни, которые невозможно описать одним словом. это как раз к тому, чтобы человек всегда был в пути, чтобы человек не останавливался. Потому что когда человек доходит до удовлетворения, удовлетворение – это что такое? Это вот эта вот благость, да, которая удовлетворение. Удовлетворение, если мы разберём это слово, мы поймём, что нас просто, состояние удовлетворения нас разносит по пикселям на определённой плотности. И чтобы мы не дошли до этого удовлетворения, нам для нашего мира создано вот эта вот радость, и вот удовольствие, ещё что-то. Это для того, чтобы мы постоянно шли, потому что мы поймать это состояние удовольствия, мы его не можем. А если мы его поймаем на какое-то время, то это, как правило, всё время на какой-то миг. И после этого мига мы опять же выходим из этого состояния удовольствия. Мы в нём не можем закрепиться даже на час, на два, не говоря уже на какое-то продолжительное время. И это, опять же, обман для самого себя, чтобы удержать нас в этой плотности. Понимаете, сколько моментов, чтобы мы были в этой плотности? Потому что как только мы выходим из этой плотности, ребят, у нас там нет никакой конкуренции, у нас там нет никому, чтобы там показывать либо доказывать в том числе и свою любовь. У нас там нет многих тех моментов, которые вот в этой плотности для нас кажутся очень значимыми. И когда мы говорим, что мы выходим из этой плотности вот туда, нам кажется, как мы выйдем туда, что же там будет? Там же будет полный ноль, там же будет безразличие. А как мы будем без радости? А как мы будем без любви? А как мы будем без того, что мы готовы людям давать? Там ещё что-то. То есть у нас даже нет понимания, что такое есть истинность проживания жизни в белковом теле. У нас есть только то, что нам сказали, что вот это ты можешь делать для того, чтобы делать. У нас в этой плотности есть делать для делания. Не для удовлетворения самого себя, не для того, чтобы прийти к себе, а для того, чтобы делать делание. И если мы выходим за пределы делать делание, то мы очень часто не понимаем, и для чего тогда мы есть. И вот у нас идёт, знаете, как такой стопарь, как ограничитель для нашего мозга, чтобы мы туда не перешагнули, чтобы мы не поняли, а там-то оказывается вообще всё по-другому, а там-то оказывается всё намного проще, воздушнее. И там уже нет вот этого давящего со всех сторон понятийного аппарата. И чтобы туда не выходить, чтобы не перебазироваться, у нас вот там вот есть очень-очень такая плотная такая планочка, да, за которую нам очень сложно перешагнуть. И поэтому, когда мы в определённый момент вроде к ней подходим, у нас теряется интерес. Ведь у многих теряется интерес. Когда мы выходим на определённый уровень самого себя, нам становится неинтересно. Мы им начинаем говорить, а зачем тогда вот это, а зачем вот это, а это всё не нужно, а это уже не актуально, а зачем вот это. И всё. И мы начинаем себя терять. Когда мы себя теряем, мы начинаем как бы, мы такие вот как слизь начинаем. То есть мы не вниз и не вверх, мы вот в таком состоянии начинаем балансировать. И себя собрать после этого очень сложно. И очень сложно собрать не потому, что мы такие бестолковые, да, не потому что вот мы куда-то не туда идём, а потому что нам не сказали, что там легко, а здесь уже, а здесь нам уже неинтересно, а туда мы пройти не можем. И мы вот зависаем вот в очень многих вот таком вот состоянии, когда я не туда и не сюда. Вроде бы всё знаем, вроде бы там можем ещё какому-нибудь гуру там рассказать, дать пару лекций. А сам находишься в таком состоянии, где я не туда и не сюда. У нас ещё в зуме вопрос. На каком типе питания, наверное, не актуальный вопрос, но уже отвечаем не раз. Кому-то лень просто видео пересматривать. Всё на том же, ребят. Не забывайте. Вы сейчас... А, тут ещё... А в какой плотности для тебя интереснее? А там уже нет интереса. Смотрите, я в плотность в другую, я в неё не перешла в другую плотность. То есть у меня есть... Вот, как я говорила, вот эти вот матричные круги. И вот я на определённом матричном круге, но я в этой плотности. Но на определённом матричном круге ты можешь заглянуть в следующую плотность. То есть я в ней в следующей плотности не живу, но я в неё могу заглянуть. Вот. Тут ещё, смотрите, такие моменты есть, что только в нашей плотности существует временное пространство. только в нашей плотности существует вот это вот время. И когда мы им ещё не умеем полностью управлять, грубо, наверное, но я всё же скажу, да, когда мы не умеем полностью ещё управлять вот этим временем, тогда мы в другую плотность перейти не можем, потому что если мы в другую плотность перейдём безвременную, то мы уже тогда должны понимать, либо мы сюда уже не возвращаемся, либо мы должны чётко понимать, как временная плотность работает здесь, чтобы ходить в нескольких плотностях, где есть и время, и безвремя. То есть смотрите, в нашей плотности, чем отличается наша плотность от следующей плотности? Самый большой критерий нашей плотности это временное пространство, это временное сжатие. В следующей плотности Там другие фишки, которые тоже нужно познать. Но как мы будем познавать следующие фишки, если мы еще не прошли этот класс, если мы здесь не прошли еще временную плотность, если мы еще не отрегулировали, как наше белковое тело может воспринимать эту плотность временного пространства, чтобы перейти в следующий класс. Это то же самое, как с первого класса, начинайте изучать высшую математику. Не получится же, нужно же все по классам, и здесь точно так же получается. Это вопрос или нет, не понимаю, но, в общем, звучит так. Нееды могут левитировать? Все могут левитировать, ребята. Мы когда, когда мы начинаем чувствовать эту плотность, она же плотная, вот смотрите, когда мы просто очень многие вещи не можем отрегулировать. Вот нам кажется, что воздух, вот он такой вот, его нигде нет, да? Но в то же время, если мы возьмем какую-нибудь палочку, мы начинаем вот так вот вичкой какой-нибудь, и мы слышим вот это, как воздух рассекает. И у нас где-то же закрадывается, что значит, это какая-то плотность. Просто то, что мы ее не умеем собрать в определенном состоянии себя, это другое. И когда люди начинают, что такое левитировать, это когда ты начинаешь, когда ты можешь свое тело, а наше тело состоит из всего того, что состоит вокруг, когда ты свое тело можешь сделать более легким, чем плотность воздуха. И все, здесь нет никаких фокусов. И когда ты можешь с этим уже работать, ты можешь это уже показывать. Да, тут ребят про подбородок написали, но у меня камера снизу показана. И мне уже много-много раз всяких таких вопросов говорили, поэтому можете посмотреть на меня вживую и сами все поймете. Вообще люди, они намного смелее общаются, я хочу сказать, вживую так никто не скажет. Вживую, ребят, я буду скоро в Самаре, вот я думаю, что и в Сочи буду, и приезжайте на ретриты, потому что этот ретрит будет не только с погружением клеток, а этот ретрит мы будем выходить в другую плотность. В этом ретрите будет у меня еще шаман, который в практиках более 20 или 30 лет, если честно, точно не помню. Это как раз те состояния, когда я смогу ребят вывести в другую плотность, чтобы они уже понимали на себе, как это работает, чтобы это не просто были мои слова, а чтобы они сами могли ощутить, что они это все могут. То есть мы настолько с вами могущественны в этом белковом теле, мы настолько с вами многогранны, и мне так хочется вам это показать, чтобы вы понимали, что чем больше вы будете понимать себя, тем больше у вас не будет зацепок за какие-то вот эти вот вещи, которые… Смотрите, чем больше у нас зацепок каких-то, тем больше мы начинаем схуднеть по каким-то вопросам, по вопросам денег, по вопросам восприятия, по вопросам любви, по вопросам отдачи. Как только мы начинаем расширяться, то мы расширяемся во всем, и когда мы расширяемся во всем, тогда мы идем из благости, из благости отдавания, из благости изобилия. Это получаются другие абсолютно состояния, это получаются другие восприятия каждого человека. И вы это можете увидеть, когда вы поймете, насколько вы могущественны, насколько вы обширны, насколько вы много можете сделать вещей. Не просто по телевизору кто-то сказал, а вы это все можете сделать. И вот это вот как раз я вам максимально и хочу дать, чтобы вы посмотрели, насколько вы клевые. Да, благодарю. Отлично все. Вопросы тут сейчас, может быть, появятся новые. Но пока нет новых вопросов. Вроде вопросов нет. Я бы с огромным удовольствием бы с вами сейчас попрощалась. И если получится, то я бы даже перед Новым годом, если возможно будет, то я бы, может быть, перед Новым годом бы тоже с вами вышла в эфир, если нет каких-то более интересных спикеров. А сейчас я вас очень благодарю. Благодарю тебя, Артурчик. Благодарю, Андрюша. Благодарю всех, кто задавал вопросы. С огромным удовольствием поотвечал. И, конечно же, Автопол Стар и проект «Браво». Светлана, тут у нас рука. Дмитрий поднимает руку. Можно голосом задать вопрос? Да, да. Дмитрий поднимает руку. Сейчас включу микрофон. Свет, ребят, добрый вечер. Рад видеть очередной раз, Светлана. Да, Свет, у меня глобальный вопрос такой. С образовательными проектами, какие у нас будут планы дальше? Слушай, с образовательными проектами, смотри, такая сейчас ситуация. То есть изначально я же, мы же все были, был у нас прям чат, чтобы создать свою школу какую-то. Но я увидела в этой школе, что такое, что такое создать свою школу. Это опять же сказать, что ваши школы все не хорошие, а моя будет хорошая. Это опять про разделение. Вот это плохое, а вот это вот хорошее. И я, наверное, увидела в этом не совсем такую актуальность, хотя я понимаю, что общеобразовательные школы, я своих детей забрала из общеобразовательных школ все-таки, потому что я все равно, как бы я не уговаривала сама себя, наверное, в первую очередь, все-таки я не увидела интереса не в преподавателях и, естественно, не в моих детях учиться в обычной школе. Вот. Но что нужно, что нужно что-то делать, это однозначно, чтобы детей, но как прийти к тому, чтобы дети не начали делиться на хороших и плохих, на умных и бездарных, на каких-то еще. Вот этот вопрос у меня еще в полной картинке, он не пришел. Если кто-то мне подскажет, кто-то покажет, кто-то сам скажет, то я с удовольствием либо сама поучаствую в этом процессе, либо как-то попробую там организовать. То есть у меня очень много людей познакомились с различными великолепными людьми, которые занимаются именно образованием, но это все точечные варианты. Точечные варианты, что приходите к нам в школу, приходите к нам в школу, вот эта школа лучше, вот эта школа хуже. Это немножечко не про то, все-таки хочется про какое-то единение, а как это сделать, я пока, если честно, нет у меня этой картинки. Ну, мне близка позиция, Свет, соглашусь платить конкуренцию в школьном образовании, это, наверное, тоже будет глупо, и надо действительно подойти к какой-то целостной истории. Может, действительно была идея разбросать семена просто по всем остальным образовательным школам и так далее. Ну, да, вот это вот я как раз думала, но здесь опять же нужно, видишь, я как предполагала, что во все школы ввести какой-то просто один предмет, поговорить с министерством образования, с муниципалитетом, чтобы внести какой-то один предмет, чтобы он был именно на развитие, на какую-то, на благость. То есть это не просто какой-то там математика или русский, но это же нужно опять, то есть я сходила в определенные инстанции, где в инстанциях мне сказали, что как бы, ну, тогда скажите, что будет у вас в сухом остатке, если мы этот предмет введем, что будет у детей. А тут же невозможно сказать, что будет у детей, я говорю, ну, я могу наврать, вот, потому что это же еще только как проект, это же нужно посмотреть, но здесь же нет ничего плохого. Они говорят, ну, нет ничего плохого, но время-то займете. Ну, они там есть понятие, знание, навыки, да. И опять же, знаешь, такой вот замкнутый круг, как бы, вроде бы, вроде бы, как бы и неплохо, неплохо, что вы предложили с определенным предметом, но в то же время, как бы, а вас ввести-то, чтобы что? Потому что ввести какой-то предмет, это им нужно урегулировать, в том числе и бюджетную базу, то есть это чтобы был на бюджете, хотя им говорят, что туда денег не нужно, то есть это будет бесплатно, они говорят, ну, чтобы ввести в программу, бесплатно нельзя. Понимаешь как? Да-да. А чтобы туда выделили деньги, скажите, что вы сделаете за эти деньги. Вот, и у нас вот все вот в таком вот... Нормально, я специально задал этот вопрос, чтобы он подвешен был, да, чтобы он не замылился, вот просто реально, пускай он будет подвешен в состоянии, это хорошая история, потому что рано или поздно разрешится, Свет. Больше не отвлекаю, вы хотели сбежать. Спасибо огромное, до встречи. Спасибо, Дим, да. Будем тогда продолжать. Ага. Так, ребят, когда будете в Сочи? В Сочи я буду через часа четыре уже. А когда буду в Самаре? В Самаре, по-моему, 14-15 января, на выходные буду в Самаре, в январе. Вот, все, ребятки. Вроде вопросов больше нет. Благодарность. Очень интересно было. Очень. Я тогда вас покидаю. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.